Как вообще получилось так, что я стал киношником? Вообще предыстория идёт от того, что мой отец, он художник. Пошёл в киношколу на открытое занятие, и как Булат мне потом рассказывает, как это выглядело со стороны, а если я что-то интересное нахожу для себя, это всегда сопровождается какой-то такой эмоциональной радостью. И в киношколе я тогда создавал первый костюмированный исторический короткометражный фильм. Назывался он «Немецких лет», посвящался он последнему дню войны, когда уже объявили, что всё, капитуляция. Удалил уже отовсюду, нигде его нет, не считая великим достижением. Но вместе с тем это был первый опыт организации такого кино. Но так вот получилось, что меня это всё завлекло, и я пошёл тогда по стезе кинооператора. Буквально в ближайшее время после того, как снял своё кино, купил камеру тогда Sony Alpha 58, она умела снимать видео и снял два фильма, ну, в тот момент два фильма 5.45. Вадим Балиуллин, кстати, парень молодец, продолжает развиваться. И даже, если не ошибаюсь, в 2016 году получил гран-при Кинотавра со своим коротким метром, кредит так называется. Потом был кинофестиваль, как фестиваль народного кино «Кинозрение» 2012 года. Тогда мы за два месяца сняли 50 короткометражных фильмов, из них я, как оператор, снял 14. То есть 28 дней, по два дня на один фильм. Это всё на таком жёстком потоке было. Тогда тоже приходилось выступать и как организатор съёмок, и как кинооператор, и звук параллельно писать. Ну, такой человек-оркестр. Ну, кино, наверное, оно к тому и идёт, что все становятся людьми-оркестрами, технологии позволяют. Это сейчас и микрофон в камере, и камеры уже иногда там бывают, бессменных объективов, хоть с очень хорошей оптикой. Ну, то есть вариантов разных много. И вот этот опыт администрирования, то есть, а проадминистрировал я тогда 50 фильмов как раз-таки. Вот этот опыт администрирования, он впоследствии пригодился уже на фильме «Визит» в 2013 году. Ну, и здесь можно сказать, что вот зачатие продюсера произошло. Потому что мы когда в 2013 году снимали, это был грантовский фильм, мы снимали фильм, посвящённый Рудольфу Нурееву, назывался «Визит», на базе киностудии. И вот тогда, а у меня юридическое образование, и поэтому там многие документы были все на мне, и по сметам организационные, и тоже вот как-то вот так вот в это всё втянулся, и пошло-пошло-пошло. Вот. И это был первый опыт. Мы тогда смогли договориться, чтобы нам аэропорт дал самолёт. Ту-154 поставили на нашу площадку, куда мы захотели, подгоняли туда в нужный момент трапы, поэтому, если посмотреть это кино, это настоящий самолёт, это настоящие съёмки внутри салона, там графики фактически нет. Вот.